Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ребята, всем привет! Это подкаст Три пункта, уже 25 выпуск. Да, Гоша? 25-й? Четверть от сотни. Четверть от сотни. О, какие хорошие у нас ассоциации сегодня. Для новых слушателей я хочу напомнить, кто присоединился вновь к прослушиванию нашего подкаста, что подкаст Три пункта. Психология и юмор. Это подкаст, когда мы собираем вопросы с слушателей, то есть с вас. Вы задаете любые вопросы на любые тематики. Мы с Гошей. Гоша психолог, я, Саша, юморист, сценарист. Мы, собственно, готовим три пункта, то есть ответы в виде трех пунктов. И, соответственно, отвечаем на ваши вопросы. Вопросы вы можете задать Гоше в директ или в группе ВКонтакте, в обсуждении или в сообщении. Соответственно, мы уже сформируем их в следующие выпуски. Гош, ты что, готов? Более чем. У нас сегодня четыре вопроса. Четыре вопроса. Кайф. Слушай, про всех. И про комплексы, и про поведение детей. Но, как всегда, слушатели интересуют разные темы, да, мне кажется? Да, и про зрелую личность, и про жвачку, я вам так скажу. Про жвачку даже поговорим сегодня, да, про... Класс, класс. А какую жвачку, Гош, ты последний раз жевал, ты помнишь? Да, я люблю орбит. Детский? Как называется? Бамбл или как? Детский орбит, который розовенький такой, да? Да, да, да. Да, он кайфовал, я согласен. Так, ну поехали, Гош, первый вопрос. Причины развития комплексов у подростков, взрослых, и как правильно с ними бороться? Вот такой вопрос. Мне кажется, смайлик с закрытыми глазками. Смайлик в виде обезьянки такой, да, закрывающие глаза, стеснение такое небольшое. Да, слушайте, ну давайте сразу же первый пункт, и вообще разберемся, что такое комплексы. Карл Густав Юнг, есть такой психолог, психоаналитик, к которому мы периодически отсылаемся, он говорит о том, что комплекс состоит из ядерного элемента, не путать... Где-то Эйнштейн такой. Ну, от слова ядро. И огромного числа вторично присоединившихся ассоциаций. Так, теперь, Гоша, давай, для простого обывателя. Есть что-то, что является ядром этого комплекса, что-то, что является первопричиной. И потом вокруг этого, как вокруг ядра, образуются какие-то ассоциации... То есть как спутники Земли, такие Луна, да? Да, которые напоминают человеку в этом комплексе, которые запускают... Ну, допустим, я вот сейчас про себя рассуждаю. Допустим, одним из моих самых ярких страхов в подростковом возрасте был страх публичного выступления. Но вот как раз, допустим, люди, которые на меня смотрят, это были вот ассоциации. Люди, которые на меня смотрят, оценки, которые они мне ставят, мое собственное, может быть, физическое состояние, какие-то атрибуты выступления. Это все вот именно ассоциации, а ядром было... А сам комплекс, сам ядро, это было публичное выступление? Да, нарциссическая боязнь опозориться, впасть в такое... В толпе, да, да, да. Ну, что меня обесценит. Вот это было ядром комплекса, а вокруг него было куча всего, что меня так или иначе... Я даже мог не публично застесняться. Вот, допустим, я с кем-то начинаю разговаривать и начинаю дико краснеть. Да, то есть... Да-да-да, я понимаю. И вот ядро этого всего был именно такой нарциссический стыд токсичный, который я не мог перенести. Вау, Гош, сейчас смотря на тебя как на ведущего подкаста, интересно даже. Ну, у меня до сих пор периодически может такое возникнуть. И вот самое главное, о чем Юнг говорит, что ядерный элемент не всегда осознается. То есть люди могут... Ой, я боюсь людей, которые на меня смотрят. Ой, я там чего-то еще за что-то переживаю или... Но они не осознают... То есть на самом деле, что-что, чего они боятся. Да. Ну и вообще, интересно, такое общее понимание психологического комплекса как поведенческого запрета. Да, то есть что-то я запрещаю себе делать. Обусловленного стойким внутриличностным страхом. Сейчас люди, которые ходят по ночам в холодильник, так передернувают немножко. Да, то есть есть поведенческий запрет. Он каким-то страхом обусловлен, который внутри человека находится. И, соответственно, чем больше этих страхов, тем больше у человека комплексов. Класс. Вот, поэтому, наверное, страх — это не единственное, естественно, чувство, но оно скорее такое... То есть очень важно понять ядро самого, да? То есть на самом деле, чего ты боишься. То есть ассоциации, они могут как присутствовать, но самое важное — понять. Ну, к ядру, наверное, можно отнести, я сейчас так размышляю, и причина возникновения, момент, когда это возникло, да? Да, я думаю, что у меня это скорее... То есть, может быть, когда ты один раз неудачно выступил, и после этого появился вот такой вот страх? Ну, вот 6-7 лет, когда дети идут в школу, это такой кризис компетентности у детей. И на самом деле у родителей тоже, когда они отправили своего ребёнка, которого где-то там он что-то... Родителям же важно, чтобы в первом классе ребёнок пошёл и был хорошим учеником, чтобы у него были все тетрадочки, чтобы он был хорошо... Чтобы у него были друзья, чтобы с ним, да, ладили. Да, чтобы все учителя говорили, какой у вас хороший сын или дочка, как бы его классно воспитали и подготовили к школе. И то есть у родителей есть вот такой кризис компетентности, потому что они могут казаться некомпетентными родителями. И у детей есть этот кризис компетентности, что а смогу ли я стать вот этим? Я думаю, что вот мой вот этот комплекс личных вступлений, он как раз возник тогда, потому что у меня был жёсткий такой страх не соответствовать. Не соответствовать планке, которую сдаёт школа. И я помню, как я рыдал у мамы на коленях, когда получил первую тройку, потому что для меня это было просто ад по правописанию. Я, как сейчас помню, неправильно, знаешь, там не очень аккуратно нарисовал эти галочки. Кто-то плакал над Титаником, да? Да. Вот, поэтому в дальнейшем, когда вот это ядро появилось, она обрастает страхами, другими эмоциями и ситуациями, которые меня цепляют и постоянно возвращают к этому комплексу. Ну, то есть очень важна причинно-следственная связь, да, понятно, установить. Да. Класс. Давай тогда ко второму пункту. Да, второе, я подумал, что как гештальтерапевт, опять, я рассматриваю комплексы как некоторые прерывания контакта со средой. То есть вот я хотел бы контактировать с людьми... С окружающим миром, да. Да, с окружающим миром, но комплекс становится такой причиной, когда я этот контакт останавливаю. Ну, давай, может быть, ты сейчас мне напомнишь, потому что я что-то зациклился на этом комплексе публичных вступлений. Какие вот у тебя, может быть, еще... Ну, не у тебя, а вообще, ты знаешь, комплексы. Слушай, ну, мне кажется, люди в целом... Ну, есть же вот, да, тут даже про тоже позитив. Я вот, допустим, да, я там сейчас как не в лучшей, да, который бы... Там не то, что не в лучшей. Я не в той форме физической, в которой я хотел бы находиться. И поэтому я стараюсь... Я стараюсь, да, и поэтому я стараюсь там такие вещи, ну, достаточно свободные носить, чтобы там не... Ага. Ну, вот такая... То есть сейчас бы ты не снял футболку и не пошел с ней по городу? Да, 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 да. То есть, ну, я там стараюсь это не то, что... Ну, наверное, скрывать, да, да. То есть скрывать за свободными вещами, то есть потому что я там для себя не в той форме, в которой я бы хотел находиться. А у меня есть один знакомый, и я когда ему сказал, что мне надо перед поездкой на юг загореть, поэтому я где-то буду здесь в Подмосковье и в Москве загорать. Он говорит, слушай, он говорит, почему? Я говорю, ну, потому что как-то белый, туда приеду. Он говорит, ты что, придурок? В смысле, ты поедешь загорать нормально, понятно, что ты белый. То есть было так смешно, и я такой, действительно, почему я стесняюсь поехать белым загорать туда, куда, в принципе, еду загорать. Класс. Ну да, и вот, в общем, комплексы как прерывание контакта со средой, когда я, может быть, в силу своих установок, что так нельзя, так не принято, так не одобрено будет. У меня есть какие-то установки, которые мешают мне действовать. А здесь вот всё-таки ориентация на общество, на социум или на какое-то собственное восприятие? Ну, это точно моё собственное восприятие, но могу представлять, что это мнение общества. То есть мне так кажется. Ну вот это как раз механизм проекции, когда я думаю, что другие это не одобрят. А на самом деле всем пофигу, да? Да, хотя это я сам не одобряю. Вот мне кажется, что это другие не одобрят или будут меня за это унижать, допустим, хотя я сам себя за это унижаю. То есть я думаю, я недостаточно физически хорош. Да-да-да. Вот, думая, что мне кто-то скажет, так ладно, нормально, что подумаешь, у всех там жирочек небольшой. Мне кажется, Гош, ты меня только что вылечил. Ну да, и в общем, комплекс как прерывание контакта. И здесь как раз мы можем что делать? Мы можем понимать, самое главное понять, какое действие мы прерываем из-за этого комплекса. И, соответственно, подумать о том... В порядке действий, да, что можно с этим сделать? Ну, это да, конечно же, но ещё подумать, а действительно ли я не могу сделать это действие. Действительно ли комплекс является причиной, почему я не могу раздеться и пойти по городу? Ну, понятно, да-да-да. Ну, в общем, комплексы, вот, наверное, их самая главная паршивость, и почему все обращаются и хотят от них избавиться, как раз потому, что они не могут что-то сделать. Вот он ставит на пути какого-то моего действия, моё желание провзаимодействовать с окружающими. Класс, 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 мне нравится. Мне нравится. Поехали к третьему пункту. Ага, ну и третий пункт, он про то, что как раз что делать. Мне хочется привести цитату Фридс Пёрлс, психолог, психоаналитик и так далее. Он классно сказал, он сказал, «Ты будешь осаждён, пока не сдашься и не станешь самим собой». Интересно. То есть, ну... Я сейчас как будто побывал на лекции Тони Робинса в Олимпийском. Похоже, похоже. Стань и иди. Пёрлс был тоже достаточно эксцентричный. Просто начни делать. Но он имел в виду что? Он имел в виду, что пока я не признаюсь, что я не признаюсь себе такой... Помоги мне с Ромлид. Пока я не признаюсь себя таким, какой я есть, не признаюсь себе в этом, я постоянно нахожусь как бы в осаде. А осада — это что? Это оборона. В самостоятельной тюрьме такой, да. Да, это оборона. Это жёсткие границы, которые никого не впускают. Это такое постоянное напряжение, что на меня кто-то нападёт. И вот он говорит, что как только вы... Научитесь принимать себя по факту. Ну вот он классное слово использует — сдадитесь. То есть реально скажете «да». Я сдался, я перестал тому сопротивляться. В трусах с белым флагом вышел на балкон такой. Вот, хорошо. Да, я сдался, вот в прямом смысле слова. Я перестал бороться с собой и сказал «да, я вот такой». Я вспомнил песню Валентина Стрекала. «Я не знаю, как эту боль преодолеть, как заставить моё сердце вновиться». Отличная песня, ребята. Кстати, а что сейчас делает Стрекала? Ну, мне кажется, не знаю, музицирует, пишет новый какой-нибудь трек. Ну, мне кажется, его уже сколько? Лет 5 лет? Его давно в Раду не было слышно. Долго он пишет свой трек. Пытается сдаться и стать самим собой, наверное. Класс. И как раз о чём ещё Перус говорил, о том, что вот пока мы пытаемся бороться, пока мы пытаемся вот не сдаваться, а устраивать такую борьбу со своим комплексом. А сада только усиливается, да. Я трачу силы на это. Вместо того, чтобы тратить силы на адаптацию себя со своим комплексом, со своим страхом, со своей особенностью человеческой. То есть признать его по факту получается? Ну, то есть я признаю, ну, сейчас какие-то два примера. Один какой-то самый банальный, внешний. Я признаю, что у меня там болит ножка, и я вот не могу бегать, как все. Вот у меня когда была травма, я понял, что, ну, максимум, что я сейчас могу, это там на воротах постоять. И я вот перестал этого... Ну, то есть я очень мог бы... Что сказать? Всё. Раз у меня болит ножка, я вообще не играю в футбол. Но мне-то хочется. Ну, понятно, да. А моя такая вот часть... Ну, как же, я же всегда был классно и бегал, а сейчас я так не могу. И вот я сдаюсь... Мне же Ювентус хотел купить за 72 миллиона. Вместо Криштиана Нонова. Вот. И я сдался, и стал делать то, что могу в силу своих особенностей. И я продолжил играть в футбол. То есть признал по факту комплексы, адаптировал просто, да, под окружающую среду по себе. Ну, не комплекс, скорее всего, ограниченность. Да-да-да-да, просто, да. А вот про комплекс, соответственно, тоже. У меня была такая классная терапевтическая сессия, когда я был клиентом. Вот одна из моих первых терапевтических сессий, когда я как раз про свой комплекс такого публичного выступления работал. Мы сидели с психотерапевтом. И вот тогда... Ну, там было очень классное такое между нами взаимодействие. Я прям реально погрузился в свои вот эти переживания. Я представляю, вот эти вот шарики, которые бьют. Аж не так. Все было, мы просто разговаривали. Да. Я просто тогда ощутил вот этот токсичный стыд, который мне мешал. Ну, точнее, который мешал, который меня останавливал, не давал мне действовать. И в какой-то момент я понял, что действительно для того, чтобы двигаться вот с этим ощущением, с этим стыдом дальше, я не могу с ним ничего сделать. Он всегда будет со мной. Но я могу снимать напряжение, если чуть больше подготовлюсь. То есть если я перед выступлением или перед чем-то сделаю себе записочки, подышу, прогоню... Прочитаю еще раз, про что я буду говорить. Прогоню с кем-то и так далее. Когда я могу просто действительно вначале выбрать те слова, о которых я точно уверен, когда я могу просто людям сказать, что, знаете, я сейчас действительно могу заволноваться, вот, попрошу меня поддержать. То есть ты знаешь, как в фильме «Один дома» раскладываешь такой большой план на ватмане, такой, да, где будут стоять ловушки. Да, ну просто как я действовал? Я старался не замечать, не замечать это чувство стыда. Такой, все, я же мужик, собрался, пошел. Да, то есть я его старался игнорировать. И тем самым я еще больше боролся и больше зажимался. И как только я понял, что да, это моя особенность, я такой, и я вот так буду себя чувствовать, так или иначе. И это было большим облегчением, и дальше я смог более свободно себя в этом чувствовать. Класс. И вот резюме из этого, что нельзя вот эти вот бесячие советы психологов некоторых, там, коучи, еще чего-то, про то, что нужно убрать комплекс, там, убрать это чувство, ну, условно, отрезать его, не обращать на это внимания, это не прокатит. То есть наша задача как раз интеграции всех наших частей личности, всех наших чувств, такое, ну, как раз присвоение. То есть умение присвоить, адаптировать, да? Это все я, да. Осознать, понять, исследовать среду. И вот дальше ключевая фраза. Мне важно вот со всеми своими особенностями, зная их, искать способы адаптации. А дальше, как только я перестал с собой бороться, у меня как раз и есть возможность, они сами могут уйти, потому что я направил свою энергию не на то, чтобы с ними бороться, а направил свою энергию, а как мне адаптироваться со всеми вот этими моими особенностями. И тогда шанс того, что они снизятся, действительно существенен. Класс. Чувствую прям суперполезность, Гоша, от этих пунктов. Да я сейчас, ребят, я вам рассказал свою психотерапевтическую работу. Гош, ну, второй вопрос тогда сразу, да, и... Вспомнил, сколько это? Это был, наверное, год 2008, понимаешь, как у меня... Верните мне мой 2008. Отпрыгнул какой-то, да. Погнали. Вопрос номер два. Что делать или как реагировать, когда ребёнок 11 лет, хотя, возможно, взрослые тоже так делают, но чаще всего сталкиваюсь именно с ребёнком. Так вот, когда ребёнок, на многие просьбы или предложения реагируют. Ну, ты же сама сказала, что так, ну, ты же сама меня попросила. И в итоге делает многие вещи в ущерб себе, то есть ребёнку. Хотя на самом деле мог бы поступить по-другому, но часто не слышит и в прямом и переносном смысле. И в итоге ребёнок или взрослый отлынивает. А я даже не знаю, что ответить, потому что часто он, правда, прав, вроде бы. Но есть какие-то штуки, которые стоит делать просто потому, что мы семья и у нас принято помогать друг другу. Вот такой вот длинный вопрос. Да, и там были ещё примеры. Саша уже аудио сообщением надиктовала слушательница, да, девушка. Она говорила про то, что... Приводила примеры, что, допустим, вечером у брата есть разрешённое время с 10 до 11 на компьютерные игры. И, допустим, когда ужин у них припоздняется, ему говорят, слушай, ну, иди поужинай. Он говорит, так нет, я в это время играю. Он говорит, ну, потом как-нибудь там поиграешь. Он говорит, нет, мы же договорились, что в это время я играю. Вот. А родители, вот сестра не понимает, а что это? Ну, давайте передоговоримся. Или там говорят, слушай, прежде чем есть, почисти зубы. А он говорит, ну, я не хочу. Давайте сначала поем, то есть такие вот вещи. А потом почисти, да. Да. Я подумал, что... Ну, вообще нормальная ситуация. Подросток, младший, начинает достаточно явно показывать свои какие-то границы и желания. Поэтому, ребят... А, и мне кажется, не всегда назло делают. Ну, как бы... Ну, потому что... Вот хорошо слушательница пишет, что он бывает прав. Ну, действительно, потому что в его логике, да и вот, видимо, в логике автора вопроса, что, ну, действительно, там, неоднозначная ситуация, нельзя сказать, что он полностью неправ. Вот поэтому три таких пункта. Первый пункт. Есть очень классная вообще семейная история. Обожаю ее. Считаю, что это самое простое и самое сложное одновременно, что можно сделать. Делать еженедельный, допустим, может быть, какой-то другой промежуток у вас будет, собрание с договоренностями, которые принимаются всей семьей. То есть, когда мы садимся, планируем неделю, говорим, что вот на этой неделе у нас... И все такие, да, вот мне... Мама, мне нужно вот в это время вот здесь время, вот здесь мне нужно... Ежедневная планерка такая, да? Да, да. И это круто, потому что каждый семьи высказывает свои потребности на эту неделю, каждый говорит о том, где ему нужна помощь, где ему нужно свое время, где он может, наоборот, помочь семье, ну и так далее. И когда это подписывается, ну, условно подписывается, всей семьей на неделю, это такой обозримый период времени, все дальше спокойно... То есть, все понятно, да, все понимают и ориентируются там на время друг друга, да? Да, и с подростками это очень круто, потому что, если такого нет, то сразу возникает много сопротивления, и серия «Почему?» Почему я это должен делать? Мне кажется, в том числе сопротивление возникает не только у подростков, но и у взрослых. Да, да, а что это, не можешь по-другому? Да нет, потому что мы не договорились, и никто не знает, что так нужно делать. Вот. Вторая история, второй пункт. Младший подросток, у него есть определенные возрастные особенности. Во-первых, хорошо бы про это почитать, коллеги, да? Может быть, прикрепим ссылку, если я найду какую-нибудь статью, где классно описаны подростковые особенности, но на самом деле в любой книге по возрастной психологии все очень здорово рассказано. И именно в этом младшем подростковом возрасте… Давай поясним для слушателей возраст ориентировочно какой-то. Ну, это там 10-12, допустим, да? Вот такая примерно градация. Ну, там, может быть, 11-13. Так. Как раз в этом подростковом возрасте, в младшем, одной из основных задач и новообразования является то, что… Снять новый TikTok. Безусловно. Теперь это точно уже входит, войдет в новый учебник психологии. Но как раз критическое мышление и как раз формирование критического мышления и как раз-таки вот эта история, а где правда, где неправда, где добро, где зло. Черное от белого отличают, да? Да, они вот начинают, во-первых, потихонечку различать, но для того, чтобы им потом овладеть, скажем так, черно-белым мышлением для начала, в этом возрасте им важно понять четко, максимально. Это договоренность, это недоговоренность. Я это должен, я это не должен. Мы так договорились, мы так не договаривались. И это прям реально возрастная задача, с которой они учатся справляться. И здесь все, что можно, это быть в диалоге и максимально подробно, что ли, с подростком договариваться в удобное всем время. Не то, что там где-то там... Если тебе удобно, да. Да, а вот прямо делать мини-планерочки. Кажется, что это лишняя трата времени, но, коллеги, друзья, на самом деле... Мне кажется, это хорошее вложение, в том числе, в подростка, потому что в будущем у него будет такая, ну, принята какая-то ролевая модель, да, может, как бы, ну, в том числе учитывать свои интересы, может учитывать интересы других. Да. Это, мне кажется, очень круто. И третий пункт. Если мы смотрим на семью как систему, то давайте рассмотрим... Есть такое понятие семейных мифов, семейных ценностей. И вот вы пишете, что... Миф — это порошок. Это тоже. Но обычно это какие-то послания или правила, или девизы семьи. И вот вы пишете, что у нас... Очень как раз хорошо это описываете. У нас принято помогать друг другу. И нам важно понять, а вот если эта ценность, этот миф, он очень сильно развит в вашей семье. Часто как раз подростки, они что-то делают такое, что компенсирует этот миф. Ну, миф не в смысле это сказка, а в смысле легенда, что наша семья — вот наша такая ключевая ценность. Мы помогаем друг другу. Подросток часто показывает второй полюс, который у семьи не развит. То есть мы говорим... Ну, допустим, как вот здесь. Мы помогаем друг другу. Мы семья, где каждый поможет друг другу. Но это такая вот очень альтруистическая, что ли, семья или очень слитая семья. Это, знаете, такие братаны. Но, безусловно, подросток... Нельзя вызывать про самоответственность какую-то, да. Да, и как раз подросток в этом... Может быть, его миф звучит, который он пытается показать, что давайте еще и так, что он примерно может быть следующее транслировать. Каждый отвечает за себя сам, у каждого есть свои обязанности и права. И он как раз показывает... Ну, как пример, да, поел, помой за собой посуду, да, там, из сели. Да, да. Я, конечно, помогу тебе помыть посуду, но давайте помнить... Давайте помнить, что... Каждый может помыть за собой сам. Да, то есть он... Этот миф ваш семейный, где все помогают друг другу, все такие прям няшки, он спокойно, жестко компенсирует. Говорит, ребят, знаете что... У него жила, была семья, владела четырьмя стихиями. И меня не нагружайте лишними делами. Давайте у каждого будет своя ответственность, пожалуйста. Не надо вот все друг другу помогают. Джанга освобожденный. Да-да-да. Поэтому я думаю, что эту гипотезу можно проверить, может быть, интересно. Класс, Гош. Ну и третий вопрос, тогда сразу давай перейдем. Зрелая личность, зрелое общество — это как? Что происходит в массах, когда зрелость где-то далеко-далеко впереди, и то не факт? Класс. Интересная такая формулировка. Зрелость где-то далеко-далеко впереди, это как начало «Звездных войн». Давным-давно, в далекой-далекой... Да, Саша, ты вот... Сейчас мы прообсуждаем про это, но ты как думаешь? Ну да про бумеров речь, Гош, 100%. Они зрелые личности, на твой взгляд? Зрелые бумеры? Ну да. Хотя я вот знаю одного бумера, который ТикТоки снимает и скидывает. Не зрелый, да. И периодически скидывает. Ну а вот, допустим, он не зрелый, а какой? Знаешь, есть такая приставка в английском «семи», «семи» типа «полузрелый». А, полузрелый. Желтенький уже, еще не зеленый, но еще не красный. Не смотри, мне 27. Но при этом я прекрасно понимаю, да, там какие-то молодые вот эти вот штуки, да, там ТикТоки, ну, молодые, да, условно. Я становлю себя не чувством, там, зрелым, да, в этом плане. То есть я прекрасно знаю, что есть какие-то тренды, да, молодежные, есть вот такие тренды. Там, если кто-то, там, я слушаю хай-фай, там, нам не дано с тобой понять, то кто-то может слушать там Моргенштерна, да, из серии. Но я прекрасно там установил... Тебе дано понять, Моргенштерна? Моргенштерна, мне не дано понять, Гоша. Мне дано понять, Митя поминает. И возвращаемся к первому вопросу, Саш. Прими это, сдайся. Я понимаю, да, Гоша, я понимаю, что там у каждого поколения там свои интересы, свой выбор. Ну да, в общем, если возвращаться именно к личности, что такое зрелая личность, мне нравится такая формулировка, что зрелая личность, зрелый организм, зрелый человек — это тот, кто знает, где он может справиться сам. — Я вот вспомнил вопрос самый популярный, когда ты уже повзрослеешь, да, вот такой вот, мне кажется, актуальный самый популярный. — Ни хрена непонятно. — Что это? — Дайте критерии, пожалуйста. — Это вам психолог говорит. — Ну, то есть реально вот там у каждого очень... — Ну да, мне кажется, критерий взросления, он такой расплывчатый, прям очень широкий, что... — Ну, я думаю, если мы спросим социологов, они назовут критерии взросления или там постановление по взрослой психологии. — Ну, я даже, мне кажется, он такой индивидуальный прям. — Да, но каждый вот под этим, когда ты уже повзрослеешь, в каждой семье это сто процентов разное понятие. Короче, формулировка мне нравится такая. Я, зрелая личность, если знаю, где я могу справиться сам и не прошу в этот момент ни у кого поддержки, ни ною, ни инфантилю, ни тяну из кого-то энергию, я знаю, что я могу справиться сам. И в то же время я знаю, где мне нужна поддержка окружающих. То есть я знаю или замечаю, обнаруживаю, что вот с этим я не справляюсь. — То есть по факту умение осознавать, да, вот эту вот? — Да, вот это два момента. Здесь я могу опираться на себя, а здесь мне нужна опора на кого-то другого. Я про обе вот эти части говорю спокойно, открыто, ну, не манипулируя, вот, а прямо заявляю, слушайте, здесь я не справляюсь, мне нужна поддержка. А здесь, пожалуйста, я сам, давайте пока. Ну вот, для меня это критерий зрелой личности главный. — Класс, класс. — Это первый пункт. — Да, да. Второй пункт. Зрелое общество, конечно, тут надо политолога нам звать. Но я подумал, что, наверное, мне близко через бизнес это объяснить. То есть в бизнесе, в описании организации, есть такое понятие жизненный цикл организации. И там есть разные, соответственно, классификации, из чего состоит этот жизненный цикл. Но, допустим, есть вот одна… — Такая игра Sims в бизнес-модели, да? — Вот. И там первый этап этого цикла — рождение организации, последний — возрождение либо исчезновение. Там предпоследнее — старение, ну и так далее. — Как феникса с пепла. — А? — Как феникса с пепла, говорю. — Ну да. В общем, это такой, знаете, похожий классификации на вообще развитие человека. То есть рождение, дестоюн, зрелость, старение и умирание. Или возрождение заново. И вот я думаю о том, что… — Вот так и умирает свобода под гол аплодисментом. — Ты всё-таки отсылаешься, да? — Да, к «Звёздной войне», конечно. — Хорошо. Я думаю, что вот важно понимать, что каждое общество тоже, как и организация, может находиться на разных этапах развития. И это, естественно, циклично, да? То есть не случайно жизненный цикл организации. И важно понимать, в какой… — На каком этапе сейчас находится как раз это зрелое общество, да? — Ну, оно, может быть, не зрелое совершенно. Может быть, на зарождении или уже на умирании, да? То есть на каком этапе общество находится. И вот важно сечь… — Такое слово. — Сечь. — Понимать. — Понимать. Да, такое более цивильное. — Понимать, что на каждом этапе нужно реализовывать именно те задачи, которые есть, которые соответствуют этому этапу. И делать то, что соответствует возрасту этого общества. А не… Ну, мне просто, с одной стороны, я понимаю вот людей, которые говорят, «Ой, там недостаточно общества для меня зрелые или какие-то они слишком для меня, наоборот, слишком зрелые». И вот это вечный гон. Но мы здесь живём. Мы неотъемлемая часть среды. И важно, конечно, замечать, что для данного общества актуально, потому что иначе вот это вот просто злость на общество очень похожа как раз вот на родителей, которые злятся, что их чадо пока что тупое быдло, потому что у него сейчас такой период, где он пьёт пивасик по подъездам. Ну, блин. Ну, у него такой период, все пьют пивасик по подъездам. Все когда-то это переживали. Да, да. Поэтому, ну, что поделать? Нам важно заметить, какие потребности у этого чада есть в данный момент и постараться помочь им этот этап пройти. Вот, наверное, так же и с обществом. Ну, да, мне кажется, это очень круто, если ты понимаешь, и можешь какие-то вещи разъяснять там обществу, да, исходя из там вот этого как раз цикла. То есть, может быть, просто искать какие-то другие инструменты для того, чтобы объяснять им, да, какие-то важные вещи, которые ты хочешь транслировать как раз в это общество. Да, и можно погрустить, что общество, тебе кажется, не на том этапе, на котором ты хотел. Ну, что ж поделать? Можно, как говорится, всё равно в обществе есть микрообщество. Так или иначе. Ну, конечно, да. Как в группах микрогруппы, понятно. Поэтому, да. Ну, и третий пункт. Давай. Лично знаком, так получилось. Лично знаком. И ты со что же? Я тоже лично знаком. Представляешь, Гоша? С Егором Жуковым. Я думаю, имя достаточно сейчас известное. Сейчас присоединились те слушатели, которым надо. Да, но мы с ним знакомы, потому что Егор, будучи подростком, он осуществился, мы с Сашей вели у него тренинговую программу для подростков, и он был одним из первых её выпускников. И, кстати говоря, супер, мне очень нравился тогда Егор. А сейчас, почему я на него ссылаюсь, потому что он классно сказал... А вот как ты думаешь, он зрелый? Мне кажется, он суперзрелый. Ну, осознанный, мне кажется. Слушай, я вот послушал его интервью недавнешнее, недавнешнее, и мне там понравилось, что он говорил. Но где-то там полгода назад я тоже слушал интервью, и я думал, блин, Егор, такой ты ещё малой. Но я думаю, что он, конечно, крутой. Ему 21 год, он пушка. Тут не про взгляды, а про уровень мышления, про уровень знаний, про уровень такого нетворкинга и всего остального. Короче, тут не пиар Егора, а скорее про то, что мне понравилось из его... Как я узнал потом, что это его было, как называется, последнее слово на суде. Я узнал эту фразу, впервые услышал сейчас в последнем интервью. Он сказал, что, на его взгляд, круто, когда общество разделяет ценности, любви и ответственности. Потому что любовь — это про такое гуманистическое, про то, что я делаю всё ради любви, и ответственность про то, что у меня есть личная ответственность... За поступки свои. Да. И вот мне кажется, что это тоже хорошее описание к разрелости. Класс. Вот. Мне понравилось. Я думаю, что это отличные два слова. Кайф. Гош. Кстати говоря, Саш, я не был бы собой, если бы тоже не кольнул там некоторых людей, которые... Я просто пролистал ряд описаний зрелого общества. Ага. Мне ничего полностью не понравилось. От коллег, в смысле? Ну, там были статьи, научные работы какие-то и так далее. Но достаточно много, где повторялось, как одна из ценностей зрелого общества — это развитое научное мировоззрение общества. Вот. Как один из критериев зрелого общества. Поэтому, коллеги, давайте без оккультизма, без всяких там других историй... Без карт-таро. Вот. А всё-таки, да. Да нет, тут не карта-таро. Я шучу, Гош. Миллион других каких-то вещей, просто которые меня убивают. Вот развитое научное мировоззрение в обществе — это признак зрелого общества. Принимаем, Гош, принимаем. Принимаем и адаптируем это. Будем искать инструменты для того, чтобы разъяснять, да? Да. Класс. Ну и последний вопрос. Поехали. За секунду... Вот звучит так. За секунду выводит из себя, когда я слышу, как человек рядом жуёт жвачку. Прямо аж дёргает всё. Но по факту человек это делает очень тихо, невульгарно. Я не ожидал от себя, что у меня будет такая реакция на этот процесс. Но вулканчик проснулся, как только побудитель оказался рядом. Интересное пояснение. Это проблема с нервами, да. Это проблема с нервами или с жвачками? Ой, очень юристический себе вопрос. Очень смешный вопрос. Мне нравится такой. Но вулканчик уже проснулся. Ой, я песню вспомнил, Гоша в конце споял. Отлично. Так вот, я думаю, что здесь, конечно, сложно, но потому что... Давайте... Если там слушатель нас сейчас слушает, напишите марку жвачки, пожалуйста. Интересно просто. Слушай, а у тебя есть такие моменты, которые тебе, вот, может быть, незначительные, которые тебя выводят прямо в момент? Слушай, мне, наверное, про общественный транспорт, да? Вот когда ты передвигаешься, сейчас, конечно, не знаю, как я уже давно не полю, блин, уже месяца три не ездил, прикинь, общественным транспортом. Вот. И ещё сейчас сняли эти меры, все, наверное, может быть, попробую. Так, что тебя бесит там? Когда люди... То есть, да, заходя в вагон, мне бесил такой момент, что вот я живу на фиолетовой ветке, а фиолетовая ветка низа — это прям треш-шак с утра. Нет там вагона, да. Да. И есть... Ну, то есть ты понимаешь, что есть место, если люди назад подвинутся, но люди специально встают прям так, ну, перед дверьми, что они создают видимость полного вагона. То есть я не знаю, осознанно делают это люди или неосознанно. И вот, ну, происходит так, что приходится людей заталкивать. Я испытываю от этого дискомфорт, человек испытывает от этого дискомфорт, потому что ты пытаешься зайти, хотя человек может сделать просто там шаг назад, да, аккуратно там... То есть тебя бесит то, что они нерационально распределяют пространство. Да, пространство вот это. То есть можно заполнить вагон очень хорошо, комфортно для всех, кто не будет там дышать никому в затылок, но при этом так, чтобы могли зайти там другие пассажиры. Я всегда лично так стараюсь делать, потому что я вижу место, я стараюсь подвинуться аккуратно там, ну, вот так передвигаться. Я сейчас тебе скажу, что меня бесит, от чего я могу прям возмутиться. Тогда, когда кто-то подходит, ну, в сфере услуг это часто встречается, он заходит куда бы то ни было, магазин, там, все что угодно, и подходит не с позиции, типа, я прихожу к человеку, типа, о, привет, сделай, пожалуйста, мне вот этот вот, я к тебе пришел, а он подходит, так, я пришел, быстро делай. Вот это меня прям выносит. Слушай, ну, вот он, да, да, я согласен с тобой, потому что, ну, наверное, люди просто никогда не работали в сфере услуг. Я работал в сфере услуг, я работал в магазине одежды, да, и очень много вещей всяких разных продавал, и я понимаю со стороны работника, то есть я был на месте, да, то есть я был в шкуре работника, по факту, и я поэтому всегда там, когда передвигаюсь по торговым центрам, когда захожу в кофейне, я очень всегда вежливо общаюсь с официантами, с людьми, там, я стараюсь оставлять на чай, то есть у меня вот такая позиция, потому что, ну, ты создаешь хорошее привлечение, и тебя обслуживают хорошо, то есть здесь должна быть не то, что я пришел, я вот плачу, обслужить меня хорошо, а здесь должна быть взаимная реакция такая, знаешь, на... То есть, ну, ты приветливый, и тебе приветливые тоже будут. И деньги здесь не решают. Да, и деньги здесь не решают, здесь решают совсем, мне кажется, подход. Окей, вот, я просто, мы вернемся к этому, во втором пункте, а в первом пункте я просто хотел обратить внимание слушательницы на то, какое у нее чувство, интересно, просто она говорит, вулканчик проснулся, выводит меня из себя, а вот интересно, какое чувство является запускателем этого процесса, это иногда интересно, потому что... Мне кажется, вот такие звуки. Да, это звуки. А что с этим происходит? Отвращение, страх, злость. То есть какое чувство вы запускаете? Да, потому что, что это для меня? Потому что, ну, кто-то может злиться на это, на то, что мне что-то там посторонние шумы. У кого-то вот это вот жевание вызывает вращение. А у кого-то вот это такой, может быть, такой, ну, страх, может быть, в этой ситуации, ну, еще что-нибудь там, стыдно. Презгливость отживает. Да, да, да. Ну, то есть вот интересно, какое чувство запускает и почему именно этот такой феномен жевания жвачки вызывает именно это чувство. Что это он запускает? Вот. Второй пункт, как раз я хочу обратить внимание про проекцию. Я вот про себя, когда вот рассказывал про сферу услуг, что мне бесит люди, которые заходят с позиции, типа, быстро-то все построились, я подумал, что на самом деле я достаточно, ну, такой, труслив, чтобы так сделать. То есть не только потому, что я действительно поддерживаю эту ценность уважения, такого позитивного обращения к друг другу. На самом деле, потом, когда я размышлял, я подумал, что меня это бесит, потому что я-то себе такого позволить не могу, вломиться и сказать, так, быстро все построились. И я несколько раз так сделал. Я несколько раз так сделал, потому что мне на самом деле это понравилось. Мне не понравилось то, что люди там расстраивались, как смотрели на меня косо. Но честно... Что у Гоши выросли сзади такие красные рога, как у дьявола. Да, но честно говоря, прикольно так зайти и сказать, так, блин, быстро. Быстро построились. Отстаивать какую-то свою значимость, свою... Подгонять людей, чтобы они быстро что-то мне делали. То есть это, на самом деле, такая агрессия, но она прикольная. Слушай, а я вспоминаю сейчас, я, наверное, так делал, как шефом, когда работал, шефом анимации в лагере, мы были такие тоже. Да, я прям заходил. Да, и это прикольно. Но потом я, наверное, расстраивался, что видел, что люди, на самом деле, не очень меня в этот момент любят, но как-то им прям обидно. И я понял, что все-таки это осознанно выбранная реакция, быть вежливым, быть веселым. Но все-таки это моя проекция по поводу все-таки я немножко трушу. Вот, я понимаю, что агрессии тоже в ответ не хочется. Я во многом поэтому себе запрещаю так себя вести, а не потому что... И вот если к автору вопроса, то есть, а что вы проецируете на этот человек? Вот он жует жвачку, может быть, вы думаете, какой развязный или какой некультурный. Я тоже хочу так жрать. Да, может, это вы так хотите, просто ходите там жрать чипсы в кино, чтобы себе силить. А можем дать такой... Может попробовать слушательнице пожевать жвачку так же, да, как это... Нагло. Делают люди, которые раздражают. И посмотреть, как вам. Может быть, вы просто хотите быть посмелее в этом смысле, поразвязнее. Класс, класс. Ну, давай тогда третий пункт. А что запрещаете? Да. А третий пункт в этом четвертом вопросе про то, что, ну, выводит вот это в себя, вулканщик просыпается, ну, и пусть просыпается на здоровье. Вот я что-то не очень понимаю. Вот, честно говоря, не увидел... Пускай побурлит. Людей эвакуировали, все нормально, дым идет. Да. То есть слушатель подозревает, что у него проблемы с нервами. Ну, а может нет, может вы просто злитесь и злитесь, ну, знаете, что... А может быть и на что-то другое вообще злитесь, да, как бы там источником. Да фиг знает. Ну, давай вот не фантазируйте. Да-да-да. Реально злитесь и злитесь. Ну, злитесь и злитесь. Вы знаете, что вас бесят жующие люди. Ну, все, знайте с собой такую особенность. Попробуйте друзей не жевать у вас над духом. Все классно. Надо тоже уважать свои, скажем так, злости. Свои пространства, да. Да, или свои там нежелания с чем-то сталкиваться. Вот не хотите или надо. Уходите. Класс. Гош, знаешь, какую песню вспомнил? Может быть, у вас нет проблем. Может быть, просто у вас непереносимость. Жвачек. Может быть... А, если возвращаться к первому вопросу вообще про комплексы. Может, у нас комплекс по поводу жующих людей. Офигеть. Вот. Ну, все, примите этот комплекс. У вас ссылки в подкасте, Гош. Знаешь, какую песню вспомнил? Так. Я не помню, правда, кто ее исполняет, но песня... Она жует... Подожди, это сплин. Это сплин. Да, точно, точно. Ты хочешь спеть? Давай споем. Давай. Сейчас, подожди. Давай. Раз, два. Раз, два, три. Она жует свой орбит веса. Ребята, 25 выпуск подкаста «Три пункта». Я напоминаю, что вы можете слышать нас на Саундклауде, на Ютубе, в Яндекс.Музыке, в iTunes подкастах, в Google подкастах и в подкастах ВК. Также в ВКонтакте у нас есть группа, где вы можете задать ваши вопросы, соответственно, для следующих выпусков. Ну и продолжайте слушать, оставлять отзывы, ставить нам лайки, ставить нам звездочки. Мы всегда этому рады, всегда следим за обратной связью. Автоответчик пишет послание. Все, Гоша понесло. Ребята, это был 25 выпуск «Три пункта. Психология и юмор». Пока. Будет жить еще долго. «Три пункта». Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.